1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, в Доме народного творчества прошли мероприятия, направленные на информирование о вирусе именно дефицита для населения, в частности для молодого поколения. По данным Республиканского СПИД-центра, в текущем году в Туве выявлено 19 новых случаев заражения этой болезнью. Если взять статистику, у нас висколько заболеваний растет, конечно. В последние годы у нас каждым годом количество заболеваний увеличивается. Сегодня 173 выявлено. На учете врачей состоят 118 больных. То есть идет возоболеваемость. Если взять в целом по России, то тоже самая хуже картина, конечно. Особенно вот Сибирский федеральный округ. Такие наши соседи, как Иркутск, Кемерово, Красноярск, Малосибирск, Светловск. Вот эти огромные, большие экономические развитые города. Это заболеваний растет большими темпами. На втором этаже Дома народного творчества для всех желающих была организована экспресс-лаборатория. Кроме того, у входа в зал волонтеры-медики раздавали буклеты с информацией о болезни и средствах контрацепции. Также у нас прошла всероссийская неделя тестирования на ВИЧ, в рамках которой работники СПИД-центра выезжали в трудовые коллективы, а также в общественные места скопления населения и предлагали сдать тест на ВИЧ-инфекцию. Результат был известен через 5 минут. Открывал мероприятие главный врач республиканского центра СПИД. Он рассказал о возможных путях заражения болезни. Также в рамках мероприятия были награждены журналисты, которые посвятили материалы этой неизлечимой болезни. Завершился вечер концертом.